МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу НДС. Меня зовут Мария Ирунич. И начнем сразу с ликбеза. Сегодня в выпуске мы поговорим о льготах, которые касаются всех, а не только бизнесменов. Не все граждане знают, и напрасно, что государство готово их поддержать, например, при покупке квартиры, получении образования, лечении. Для этого существует налоговый вычет, который позволяет платить меньше налога или вернуть деньги за уже уплаченные в течение года. Налоговое изгонодательство предусматривает несколько видов вычетов по НДФЛ. Самый распространенный вычет – социальный. В него входят вычеты на лечение, обучение, добровольное личное страхование, пенсионное и государственное обеспечение, благотворительность и другие. Все эти вычеты имеют предел. Значит, на все эти вычеты дается не более 120 тысяч в совокупе. То есть, если вы в налоговом периоде, а это календарный год, вы обучались, лечились и платили взносы в НДФ, например, то все это суммарно не должно превышать 120 тысяч рублей. Если у вас есть дети, это тоже повод получить вычет. Сумма невелика, но и подать документы несложно. Этот вычет можно получить, пока ваш суммарный годовой доход не превысил 350 тысяч рублей. Сумма для 2017 года. Каждый год она индексируется. Как только ваш доход достиг этой суммы, вычет прекращается. Что касается имущественных вычетов, их делят на две категории. Получаемые при продаже и при покупке недвижимости. Если имущество принадлежало собственнику меньше минимального предельного срока владения, то вычет при продаже предоставляется в размере 1 миллиона рублей. Если вы продаете, допустим, какое-то имущество, которое купили дороже, чем продаете его, то есть такой вычет, как фактически подтвержденные расходы. При этом вычете вам необходимо будет приложить договор на покупку данного объекта имущества и договор на продажу этого же объекта имущества. При продаже иного имущества, то есть это гаражи, машины, предельный вычет, предоставляемый законодательством, 250 тысяч рублей. Один из самых влиятельных теоретиков менеджмента 20 века Питер Друкер однажды сказал, где бы вы не увидели успешный бизнес, это значит, что кто-то когда-то принял смелое решение. И гости нашего сегодняшнего выпуска прямое тому подтверждение. Только качественное европейское оборудование и передовые технологии, система теплых полов и антифроста для зимнего периода, система клубных карт. График работы 24 часа в сутки, без выходных и сотни довольных клиентов. Все это первое в Сарове сеть автомоек самообслуживания. Гость нашей программы, владелец «Мою сам» и «Мою сам Турбо» Валерий Алексин. Валерий, начнем с вопроса, который волнует на самом деле большинство жителей Сарова. Как вообще пришла идея создания мойки самообслуживания? На самом деле для Сарова действительно новая идея, но на большой земле, в Европе, это уже давно общепринятая норма для услуг клиентов по мойке автомобиля. Действительно, был такой момент в 2014 году, когда я сам, как автолюбитель, приезжал на автомойку, пытался помыть автомобиль, мне говорили, ну у нас нет времени. Пожалуйста, приезжайте через 2-3 дня, и мы вам помоем. На что, естественно, была реакция такая, что через 2-3 дня снова дождь, и смысл в мойке пропадает абсолютно. На фоне, может быть, личного опыта общения с традиционными автомойками, то есть родилась эта идея. Практически год, с момента открытия первой мойки на Курчатово, мы видим, что людям действительно это нравится, и это как бы приемлемо, удобно. Аппаратационные автомойки, там, на 1-2 бокса, они не справляются с объемом автотранспорта, и люди вынуждены были быть на огородах, на берегах каких-то... Кто возле дома. Кто возле дома, водохранили, все остальное. На самом деле, закон это является нарушением, поэтому, в принципе, законодательство вам в этом случае чем-то помогло, то есть мы как бы и людей приучаем к экокультуре. Если бы честно, на самом деле, вы смогли воплотить мечту многих. Вот расскажите вообще, как вам удалось, с какими трудностями, может, сталкивались вот именно при открытии? Да, на самом деле, трудностей было очень много. Очень трудно подобрать, например, земельный участок, чтобы это не было в гаражах, не было там в каком-то лесном массиве, там, ну, где-то промплощадки, все остальное. Поэтому очень долгое время подбирали земельные участки, и, в конце концов, у нас получилось это сделать. Сделали это мы все, так скажем, чисто на коммерческой основе, без каких-либо административных муниципальных процедур. То есть, таким образом, мы обошлись без помощи муниципалитета здесь. А были ли трудности при закупке оборудования, например, по фирмам или при выборе химии? Да, на самом деле, мы проехали Центральную Россию, изучая разных поставщиков оборудования. Да, то есть мы очень много объектов действующих проехали, потом отобрали среди них более-менее, так скажем, нас интересующих по цене и качеству, и уже встречались в главных офисах, представительствах, уже вели переговоры. То есть это такая процедура. А что касается химии, как выбирали? По отзывам в интернете, по личным каким-то ощущениям? Как это работает? Мы придерживались такого мнения, что у каждого поставщика оборудования должна быть своя подобная автомойка, и желательно должна быть сеть. Соответственно, человек, который предлагает нам свое оборудование, он на нем работает, он знает его проблемы, он лечит болячки, и в том числе одна из проблем – это химия. И человек, когда говорит, что мы работаем на химии такой-такой, то мы знаем, что это цена, качество, безопасность для человека, для лак-крашек, по качеству автомобиля, все. Мы просто прислушившись к этому мнению, мы работаем с тем же производителем, что и поставка оборудования. То есть это все в одном лице. Валерий, совсем недавно, скажем так, буквально это весной, вы открыли прекрасную мою сам Турбо, вторую точку. Чем она существенно отличается от первой и почему Турбо? Мы поставили сюда оборудование, так скажем, которое дает больше давления для мытья автомобиля на выходе. Это чем удобно для клиента, в связи с тем, что у нас есть ограниченный земельный участок. Поэтому постараюсь сделать так, чтобы человек приехал, помылся большим давлением, без протирки, безо всего, и уехал отсюда практически сухой, чистый автомобиль. Вот таким образом. Что у нас еще отличие здесь? У нас здесь нет пенного пистолета, как на Курчатова. Простой поста, когда человек пенится, 3 минуты задержки, у него там идет работа и пена, да, вот это все, если здесь будет стоять очередь, она будет удлиняться, удлиняться, удлиняться. Поэтому здесь сделана как бы процедура без замачивания. Вот, то есть человек приехал, помылся именно большим давлением, с той же химии, та же самая абсолютно, что и на Курчатова. Помылся, смыл пену и все, и уехал. Как у вас все продумано? Ну, да, это все технические нюансы, все остальное. Но на самом деле, как бы, люди просят пену. Посмотрим, если как бы у нас есть постоянный, так скажем, клиент, который какие-то пожелания своего сказки, мы пытаемся их посмотреть, их реализацию и все остальное, чтобы это было как бы практично для всех, и для нас, и для клиентов. У нас сегодня к своим клиентам, то есть мы стараемся всегда, чтобы у нас было двухстороннее такое общение, и поэтому всем клиентам, у кого есть какие-то проблемы, все остальное, то есть к операторам, оператор дает мой телефон, то есть мы стараемся все вопросы, нюансы решить на месте. Кому-то какая-то услуга, либо некачественно оказана, либо хотелось бы еще что-то, то есть мы готовы выслушать и посмотреть, оценить свои возможности и предоставить какие-то дополнительные услуги, либо решать какие-то ситуации, которые возникают в процессе эксплуатации. Кстати, о постоянных клиентах. Есть ли у вас какие-то бонусы, там, карты постоянного клиента для, скажем так, частых посетителей? Да, у нас есть своя корпоративная карточка, ну, это, грубо говоря, безналичная форма оплаты услуг мойки по этой карточке. Мы сейчас пишем программное обеспечение, что именно для владельцев этой карт будет программа лояльности, акции, скидки, праздничные дни и все остальное. Как получите? Как получите, подходите к оператору и говорите, я хочу приобрести карту. Карта оформляется, но она стоит денег, соответственно, потому что она уже продается с балансом. Соответственно, тот баланс, который вы на нее, ее покупаете, он у вас зачисляется автоматом на карту, и вы уже пользуетесь услугами мойки, уже в бедноличной форме, вот так вот, скажем. Ну, и, наверное, у нас последний традиционный вопрос. Дайте, пожалуйста, небольшой совет молодым предпринимателям, кто только планирует открыть свое дело и не может, кажется, собрать усилы. Во-первых, любой бизнес – это анализ. Опять же, опыт общения с уже действующим бизнесом, который хочет открыться, то есть, ну, и стараться, как бы, не стесняться вопросов, когда ты едешь к незнакомому человеку, то есть, и ты понимаешь, что с ним можешь в дальнейшем больше не встретиться, нужно задавать себе вопросы. На самом деле, у нас так и было, то есть, как бы, мы, ну, реально ехали по трассе, и видим, ну, автомойка, то, что мы хотим. То есть, мы подъезжали к оператору, спрашивали владельца, с телефоном давали контакты, мы представлялись, там, и вели душевный переговор за чаем, там, в кафешке, и все. То есть, нам рассказывали все подводные камни, то есть, какие моменты могут быть. И уже потом, этап не переослили свои возможности, и, в принципе, самое главное. Какое бы дело вы ни начали, главное помните, не бросайте все на полпути. Даже если ваш успех мало кто верит, это не значит, что вам не удастся завершить задуманное. Это была программа НДС, и я ее ведущая Мария Ирунч. До встречи на канале 16. Редактор субтитров А.Семкин